Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Врата Балдура 3 на максимальной сложности, продолжаем исследовать Underdark И мы в прошлой серии набрели на волшебную башню, которую защищали турели И с первыми двумя турелями мы разобрались, но тут внутри еще как минимум две и здесь немало этажей Как минимум три мы видим снизу, а наверх мы посмотреть вроде никак не можем Что там сверху, может там еще есть И здесь у нас еще две турели, с которыми тоже надо как-то разобраться Давайте попробуем, может быть луч ранения пройдет Нам надо нанести больше 10 урона, чтобы турель хоть какой-то урон получила Ну вот, за турели мы опыт получаем, в принципе довольно неплохо в любом случае Давайте попробуем Цель должна быть врагом Ага То есть этим заклинанием мы не можем Ничего сделать Так, у Астариона выстрел Может в принципе нанести Больше 10 урона Ну мы наверное можем Поспать, пожалуй Беги, беги Прячься Давайте попробуем в пошаговый режим Зайти Стрельнуть Ноль Выйти из пошагового режима Зайти в него снова, да? Сейчас надо, чтобы чуть-чуть время прошло Ооо По тактике Наверное мы не нанесем больше, да? Потому что Сколько там у нас? 11 урона максимум То есть да Но Это без учета Высокой устойчивости Молнии долбить хорошо было бы Но молнии у нас Нет Мне достаточно, чтобы упрыгать Ладно Ну тогда наш наверное Лучший вариант Это Shadowheart все же Давайте сейчас быстрым Отдыхом Восполним ей здоровье И Наверное еще разок А мы можем попробовать Посмотреть Что Уилл тут сможет сделать И сможет ли он сделать что-то здесь Давайте тоже наверное Сразу в Походовый режим Переходим Прыгаем Но тут да 30 урона Это общих И по идее Больше 10 Мы наверное Не долбанем Единоразово именно О кстати Можно попробовать Вертуху поставить Критический удар Критический промах Но по нулям Так Давайте Этого Импа не будем Вести сюда Прячься Прячься Попробуем Сейчас вертуху поставить Потому что Вертуха Может нанести Как раз Необходимый урон Может все проще На самом деле Да Что-то я сразу Про нее не подумал И она будет Крутиться И долбить И может быть Давайте Проверим Нет Ну короче Тогда наш Единственный вариант Это Shadowheart Все-таки У нее Два заклинания Второго уровня Есть Одну башенку Мы как минимум Сможем Вот это вот Грохнуть И потом Мы сможем В принципе Сюда выйти Посмотреть Что на Уровне Снизу Должен Должен быть Какой-то пульт Который отключает Эти турели По идее По идее Так Прыгаем И Теперь Бьем 15 урона Ой-ой-ой Ой-ой-ой Надеюсь Мы попадем Отлично 40 опыта Еще получили И Можем Выходить Из походового Режима И наверное Что Астрион Пойдет Прыгать Туда Дальше И следовать У него Больше Всех Здоровья Хорошо Зелье Выдающихся Прыжков В три Раза Увеличивает Дистанцию Прыжка Это может Нам понадобиться Да На моем Турели Вроде бы нет Хорошо Ветхая Книга Бочки Язык Безумие Несколько Бочек С водой Стрельнем Я даже Не знаю Не знаю Ветхая 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 В книга В которой Видимо Был записан Текст Какой-то Пьесы Большая Часть Текста Выцвела Залито Чернилами И Средина Грызунами Можно Различить Лишь Две Строки Строки Откуда Ветхая Взять Как Правду Я Узнаю Как Покажу Себя Из Темноты Так Ладно У нас Четыре Двери Здесь С этого Балкона Ну Мы Наверное Нормально Не Спрыгнем Никуда С этого Балкона Тоже А вот С этого Уже Спрыгнем Это мы Как раз Отсюда Пришли Да Минус Десять Здоровья Обратно Мы сможем Подняться Типа Если что Если там Ничего полезного Не будет То Выпив Зелье Прыжков Если что Может быть Оно Специально Нам для этого Там и лежало В Ящичке Ну ладно Давайте Прыгнем Посмотрим Давай Вставай Все В чувство Пришел Еще Минус Три Здоровья Дерра 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 Так Туда Не пройдем Уже Жаболюдский Вороночник Цветок Цветок Сусура Кстати Нам Нам для О Нам Кора Сусура Надо Для того Чтобы Выковать Оружие По чертежам Как нам Кору Добыть У нас Как раз Лопата Была Мы нашли Здесь Недаром Подобрал Замедление Ну это Все Химические Ингредиенты Поле Антимагия Цветка Сусура Я чувствую Холод Пустоту Но Что эти Цветы Делают Со мной Нейтрализуют Магию В округе Ярко Синий Цветок Сорванный Сусурой Источает Медовый Аромат Но если На цветок Попадут Лучи Солнца Чудесный Аромат Превратится В смрад И в конце Концов Рассеется То есть Нам не стоит На поверхность Выходить с ним Нам Кра Нужна Почему у меня Везде Теперь Написано Что Я не могу Читать Заклинания Мне Не надо Астариону Читать Заклинания Тут Закрытая Дверь Хорошо Один Серьезно Вот Блин Надо Ему Немного Еще Воровских Инструментов Добавить Так Что у нас Тут Турелей Вроде бы Нет Уже Хорошо И вниз Куда-то Еще Можно Пройти С той С той стороны Рычаг Есть А с этой Стороны Не Видно Это Все Химические Ингредиенты Были Да То Что мы Подобрали Так Два новых Рецепта Доступно Грибной Дурман Становится Дымом Так Ну Хорошо Ок Пока Вроде Ничего Особо Интересного Котел Я возьму Антимагические Свойства Цветов Дерева Сусур Автор Эл Дехерст Среди тех Кому Ведомо О деревьях Сусур То и дело Разгораются Споры Об их Магических Свойствах Речь Не только О способности Дерева Создавать Настолько Совершенную Антимагическую Ауру Что даже Нечувствительные К плетению Могут Ощутить Ее Эффект Но и О самом Интересном Для тех Кто живет Надземном Мире Способе Использования Его Корней Коры И цветов Для изготовления Волшебных Предметов Слухи О таких Предметах Ходят Хоть и не Часто В поселениях С выходами Из-под Земья Впрочем Их реальное Существование Никогда Не подтверждалось Ни нашими Жрецами Ни другими Авторитетными Учениями Я же Предположил Что такие Предметы Не просто Легенды И оказался Прав В этом Трактрате Я намереваюсь Описать Как сам Создавал Подобные Артефакты И обладающие Антимагическими Свойствами И использующие Волшебное Поглощение Цветов Дерева Сусур В качестве Источника Энергии Следующая Страница Аккуратно Разлинованная Словно Автор намеревался Заполнить их Текстом Но больше В этой Тоненькой Книжице Нет ни слова Заберем Книгу Мы по-моему Можем забирать Ее С шифтом По-моему Да? Нет? А Ладно Просто тогда Подобрать Как-то у меня Получалось Роди кликом Одним Забирать Так Послание Свечной Мы читали Устное Предание Фаеруна Гиты И Элитиды Это Мы почитаем Эта книга Разбита На несколько Глав По одной На каждой Из источников По утверждению Автора Она содержит Изначальные Записи Устных Преданий Рассказанных Несколькими Сказителями На просторах Королевства Так Глава Четвертая Полидор Быстроногий Возраст 700 лет Лесной Сказителя Родом Из Острозубого Леса После Нескольких Недель Которые Мне пришлось Провести В лесах Попытки Приучить Его К моему Скромному Присутствию А мы А мы Читали Это История Которая Была Поведена Мне Одним Утром Костерка Да Мы Это Читали Хорошо Эликсир Героизма 10 Здоровья И Благословения Приятно Ночного Зрения В принципе Наверное Пока не надо Нам Ночное Зрение Цветы Для Энергии Использовались Да 25 Опыта Получили Теперь Лифт Заработает Да Наконец То Мои 40 Опыта Спрятались С последней Башенки О Стоп Подождите А это Кто Такие Ой 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 Так На нас Вроде Никто Не Нападает На Но Наверху Наверное Придется С ними Подраться С С Этими Как Минимум Тремя И Один У нас Еще Остался Цветок Ну Нам Кара Именно Нужна Для Крафта Не 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 Цветы Может быть С цветом Мы тоже Что-то Что-то Сможем Скрафтить Так Это Куда Мы Пришли Просто Подняться Обнаружение Мыслей Да Это Неплохо Если Мы Не Не Волшебником Играли Так Тут Нельзя По Парапетикам По Этим Никуда Запрыгнуть Вроде Бо Нельзя Но Подняться Я Наверное Ну Во-первых Мы можем Просто Выйти Отсюда Уже Без Проблем Да Хотя Мы По идее Можем Ее Уничтожить И все Равно Опыт Получ А Нет Наверное Наверное Уже Не Можем Так Ладно Давай Старен Попробуем Подняться Тогда Ага Мы Просто Телепортируемся Сюда Я Понял Ну Давайте Ну как же, да, нам реально нужно найти кору И возле этого дерева, сусур как раз, нет коры Ну что, как такое может быть Может еще будут, конечно, такие деревья тут у нас Не одно же дерево может на весь андердарк быть А, еще мы можем вниз спуститься И эта штука не открылась, точно, я об этом уже и забыл, если честно Может быть мы сверху сможем как-то, да, что-то активировать Ну, дерева прочности нет, сломать мы его не можем Ну ладно, идем наверх тогда В принципе, там, скорее всего, будет бой Поэтому мы сейчас, наверное, отдохнем хорошенько Чтобы восполнить заклинания И здоровья всем Стареон голодный у нас Будет спать голодным Никого не съели Так, и поднимаемся Вот так Выше И мы, да, вышли ко всем нашим Пыльная книга Ее мы, по-моему, не читали Потому что тут турели были А, ну вот я ее подобрал, кстати Так Опять же, содержит пьесу Окей Это что такое было? А, наверное, алхимический какой-то тоже ингредиент Сломанный механизм Окей Можем теперь объединить всю группу Во славу Серости Секреты дерева Сусур Но, кстати, мы можем Наносить урон Вот этой вот турели Из лука просто Ну Поднялась и опустилась Теперь Короче Непонятно Что тут Может, глюк просто какой-то был Ой, хотя и эта вон уже поднялась Ха Видите, вроде Как были, так и остались Ну, мы опыта не получаем Да, за вот Убийство этих турелей Поэтому не важно Можем И так им урон наносить Это, наверное, просто глюк отображения То, что они Подняты Потому что Да, ничего не происходит По большому-то счету Ладно Ладно Так Давайте, наверное, мы Сохранимся Поднимемся наверх И посмотрим Если бой начнется То Загрузимся И отдохнем Вдруг бой не начнется Нам спать не надо будет А, кстати Тут бой еще не начнется Подожди Тут Мы еще можем выше подняться Ладно Давайте тут осмотримся Тогда Что за звук? Он еще жив Так что это прогресс Однажды Он увидит Покуп Огненная стрела Плащ Сфера у нас есть Магия Плетения Вступления Читали ли мы? Да, читали Во славу серости Ага, понятно Гиты и элитиды Опять Гравированный диск Гитьянки Каменный диск С пчерон символами Гитьянки Ты внимательно Их исследуешь Но ничего не можешь понять Без шифра Или образца Который бы тебе помог Разобрать надпись На диске Почти невозможно Расследование Поискать в надписи Повторяющиеся Элементы Семерочку Заролили Ну, нам бы Лайзель Прочитала бы Просто-напросто Да, и все Мы тут Наверное Не за ролем Узнать историю Принца Орфея А, ну вон Хорошо Пойдем Отдадим Приказать диску Раскрыть свои тайны Вот это Поворот Какой странный Диск Это что Письменная Раскрыть Раскрыть свои тайны Лайзель Может знать Может знать Да Пойдем Отнесем Приключения Балдурана В картинках А ну-ка А где Картинки В картинках Ну, блин Ладно Книга Под завязку Набитая Историями О приключениях Кровожадных Чудищах Мускулистых Мужчинах И груздастых Женщинах В, на удивление Непорочной Одежде Практически На каждой Странице Кого-нибудь Одним ударом Разрубают Пополам Внимает Привлекает Внимание Привлекает Один чуть Менее Кровавый Пассаж Кошмар Сколько Ошибок Взгляд Ее таинственных С поволокой Глаз Сулил Исполнение Желаний Балдуран Был Заинтригован Все Что я не попрошу Переспросил он Все что угодно Ответила женщина Назови И ты получишь Это Что же ты Попросишь взамен О Сущую мелочь Улыбнулась она Балдуран Рассмеялся Ни один из Членов его Могучего тела Нельзя было Назвать мелочью Твою душу Балдуран Со вздохом Молвила незнакомка Отдай мне Свою душу И ты получишь Все что пожелаешь Ну хорошо Немного поразмыслив Ответил тот Хочу брюкву Ты хочешь Продать свою душу За брюкву Хорошую Спелую брюкву Кивнул Балдуран Ну хорошо Ответила женщина Очертание ее Стало заволакивать Черным дымом А цвет кожи Меняться на багровый Будет тебе Следующая пара Страниц вырваны История продолжается С того места Где дева лица На этот раз В своем истинном облике Стоит на коленях Перед Балдураном Будь ты проклят Балдуран Теперь я навеки Твоя слуга Являющаяся По первому зову А твоя душа Вновь принадлежит тебе Пусть это послужит тебе Уроком Со смехом Ответил Балдуран Против брюквы Нет приема Окей Мемуару Какого-то Ампаса Это я все подобрал Моя жизнь была Долгой чередой Удовольствий Я видел как Город где я рос Принимает мои идеи И прекращает Дискриминацию Местных орков Я видел как Моя борьба Против ужасных Условий жизни На городских фабриках Набирает обороты И видел как Новое поколение Принимает идеи Лучшего, доброго, справедливого И разумного мира И несет их Во все края континента Конечно были в моей жизни И сложности И неудач О которых я буду сожалеть Вспоминается Моя старая подруга Суэльта Которая с возрастом Прониклась Столь жестокими идеями Я всегда буду Утешать себя мыслью Что такой блестящий ум Мог породить такие теории Лишь под бременем Изгнания И обещания Восстановления В правах Что с ней В конечном итоге Случилось Окей Схождение во тьму Рукописное письмо Драгоценная моя Леонора Я не уверен Что стоит Это тебе писать Но твое последнее письмо Меня крайне встревожило Во имя всех Девяти преисподних Зачем тебе потребовалось Приручать Булей То что ты нашла его Неподалеку от могилы Мирны Это еще не значит Что это знак свыше Я очень волнуюсь За тебя Леонора Булей Не домашнее животное Одно дело Держать его Как сторожа Но ты похожа От него Просто без ума Я знаю Что ты не хочешь возвращаться Не закончив Свои исследования Но если тебе Одиноко Не забывай Моя дверь Всегда открыта С огромной любовью Обнимаю Аморит Меня очень По скрипту Меня очень Согревает мысль О том Что ты прожила Осенние Крок Положила Осенние крокусы На могилу Мирны Я помню Она любила В них кататься Несмотря на то Что потом Всегда чихала Она была Такой милой Верной собакой Жаль что я не могу Помочь тебе Еще чем-то Схождение во тьму Эпическая трагедия О власти Пороки И одиночестве Пролог Заброшенная дорога Раздается Гром Сверкает Молния Выходит Зорев Зорев Что это Звук шагов Или шип змеиный Быть может это Подлый Мерзкий враг Или друг Пришел Развеять Душный полумрак Я вис Я не люблю Когда стреляют Спину Ну Понятно Да Так Хорошо Это вроде бы Мы все читали Ммм Картину нельзя забрать Вот это можно Чучело головы Крюкастого ужаса Магия Магия плюс один Религия плюс один Это прям Очень хорошо Так Стоит ли нам Нажимать на кнопку Тут кости Лежат О Сейчас сюда Может Придет Говорит что Кнопка не работает На кровать Запрыгнуть Мы не можем Высоко Сижу Балкончиков Балкончиков Никаких Нет Выйти вроде бы Сюда Здесь нигде нельзя Ну что Сохранимся Сохранимся Пойдем еще выше Что это Звук шагов Или Шип змейный Быть может Это Подлый Так Блин Надо было Прочитать Черт Или друг Пришел Разведать Душный полумрак Это было Я Висия Не люблю Когда Стреляют В спину Отдай Приказ Какой Желаешь Мой Господин Хозяин Мой Блин Надо было Прочитать Полностью Но У нас Есть Магия Монтажа Я загляну Загляну В прошлое И прочитаю Что там Ну В той пьесе Первую фразу Из которой мы Верно Ответили Да Там Не было Ничего Подобного Но В самом Начале Астарион Первую записку Которую мы Прочитали В этой серии Там была Выцовершая Какая-то Типа Где как раз Была Вот эта Вот строчка Давайте мы Наверное Ее Выберем О Если тайны Ты свои Не вскроешь Мне Истину Открою Зреть Что Хочешь Ты 75 Опыта Мы Получили Бернард Оживленный Доспех Их Тут Четверо Направляющий Свет Пятеро Пятеро Мы могли бы Тут кучу Опыта Получить Может На них Еще Можно Напасть И еще Получить Опыт Ну Ладно Мы Наверное Не будем Я думаю Тут Можно Сохраниться В целом Сломанные Механизмы Да Нам нужны Они для Зелий Давайте Собираем Все А потом Посмотрим Что мы Вообще Тут Собрали Бабах Что тут Подсвечивалось Как будто бы Может Вот эта Штука Так Да Вот Эту Часть Андердарка Мы Видели Но Туда Еще Пока Не Ходили О Ничего полезного В целом Но Пойдет Понятно Мы и так Оббежим Ну Конечно Если Их Оставить В Жилых Если так Можно Сказать К Доспехам То Мы Теряем Кучу Опыта О Это похоже Больше На Квестовый Предмет Если Честно А Вот и спуск в подвал Вот Ну Поэтому Это и Квестовый Предмет Хорошо Но Мне Нравится Ну Я еще Правда Не знал Не знаю Как оно Работает Но Работает Вроде Хорошо Мне нравится То что До До Долгого Отдыха Да Еще Одно Заклинание У нас Такое Есть Которое Будет Нам Подсвечивать Тут Немного Так Хорошо Что там У нас Еще Было Подчиненный Пергамент Бумага Разорвана И Подклеена В нескольких Местах Видно Что Этот Листок Часто Читали И очень Берегли Это Небольшое Стихотворение Без Названия Мне Чистые Листы Лишь От Тебя Остались Последний Дар Бездумный Дар Но Мой Я Буду Их Хранить Держать У Сердце Их Выбросить Нет Сил Утрачу Я Покой Так Ладно Давайте В подвал Дуем Посох Мистич Благословение Благословение Зелье Газообразности Свиток Зелья Газообразности Превратить себя Или союзника В крошечное Газовое Облако Оно не может Упасть И способно Просачиваться Через Крохотные Проходы Ему Очень сложно Нанести Урон Полет Это мы Все Повыучиваем Превратить Окаменевшее Существо Обратно В Создание Из живой Плоти Да Это Конечно Чудесно Мы Всех Окаменевших Существ Уже Поубивали Может быть Мы еще Конечно Встретим И нам Это Пригодится А у нас У нас Было Такое Масло Я же Помню Бутыл Какая-то Знакомая Я как-то Да Не забыл О нем У нас Теперь Их Два Так Сейчас Мы Положим Вот так У нас Теперь Два Масла Василиска И Ребята Писали В комментариях Что мы Крафтить Можем И Типа Легко Крафтятся Но Но у меня Нет пока Рецепта Еще Блин Надо было Может быть Оставить Этих Эльфов Темных Которых Мы Из камня Поубивали Так Это Хорошо Туманный Шаг Бонусное Действие Телепортирую Здесь На Не Занятое Пространство Которое Вы Можете Видеть Так Это Все Мы Читали Язык Безумие Сейчас Посмотрим На Копье Полутаем Тут Все Дает Устойчивость К урону Молнии Дневник Дехерста Все страницы Дневника Написаны Твердым И Ясным Почерком Здесь Описываются Ежедневные Труды Жрицы Мистеры Изучающие Магические Особенности Подземья Последняя Запись Сделана Около Десяти Лет Назад Месяц Алтуряк Второе Число 1481 Года Кто бы мог Подумать Три года Назад Что я Стану Вести Дневник И Не Реестр Исследования А Просто Дневник Наверное Когда Все Вокруг Готовы Тебя Убить Но Не Разговаривать С тобой Приходится Общаться С бумагой И Кто бы Мог Подумать Три года Назад Что Меня В самый Разгар Исследовательской Работы Отзовут Обратного Врата Балдор На Совещание С Остальными Служителями Мистера Я Собрала Все Материалы Но Едва Приступила К Написанию Трактата Но Это Неважно Я Возьму С собой Кольцо Покажу Им Его Возможности А Тебя Мой Дорогой Дневник Я Оставлю Здесь Вместе С моими Научными Записями Жди Меня Я Вернусь До Наступления Месяца Шеста Л Д Х Окей Так Раскопки Анклава На Хлот Эльмин Строговаривал Что Мало Какое Чудо Могло Сравниться С Нахолотом Нахолотом Парившим В небесах Фаеруна И наверняка Был прав Этот Нитерийский Анклав В свое Время Был Настоящей Жемчужиной Империи Магии В башне Его Подпирали Саму Небесную Тверть И Все же Как и все Прочие Нитерийские Анклавы Он Пал Когда Безумие Карсуса Вырвало Магию Из нашего Мира Но Даже Когда Он Уже Рухнул В море Его Руины Продолжали Манить Своей Странной Извращенной Красотой Лишь Только Прошел Слух Будто Море Отступило И Руины Нахолот Вновь Открылись Миру Я Поспешил Туда Из Халруа Увы Я Оказался Там Далеко Не первым Грабители Уже Успели Растащить Все Ценно И Практически Полностью Уничтожить Культурное Наследие Анклава Они Разводили Костры Из Волшебных Книг И теперь Эта магия Навеки Канула В небытие Как-то Странно Написано Ладно Я Повстречал Группу Шадоваров С которыми У нас Оказались Схожие Интересы И мы Решили Объединить Силы И исследовать Руины Вместе Я рад Что судьба Послала Мне Единомышленников Вообще В основном В руинах Орудуют Весьма Недалекие Искатели Приключений Но Меня Никак Не покидает Ощущение Будто Кто-то Тайком Наблюдает За нами И только Ждет Когда Мы Что-то Отыщем Окей Ну и это Мы вышли Так Давайте Тут Мы рычажок Нажмем Ну а я Спущусь Еще Вниз И Поклацаю Там По кнопочкам На лифте Тут Вот еще Есть Кроме Как вернуться На верхний этаж Есть кнопочка Подняться Интересно Куда Она Нас Приведет Может быть Да На Да Все Правильно Ну хорошо Тогда Мы еще Поднимаемся И Еще Поднимаемся Походу Вот И тут Мы уже Можем Выйти Вот сюда Можем Вот сюда Можем А двери Кстати Вон рычаг Чтобы дверь Открыть Отлично Но Карусу Сура Мы так И не нашли И у нас Осталась Еще Одна Вот Эта Вот Фигня Которая Не дает Читать Нам Заклинания Что Следует Ладно Давайте Мы сейчас Вернемся В лагерь Во-первых Покажем Диск Лаезель Что она нам Расскажет По этому Поводу А мы Еще Копье Хотели Посмотреть Да Спросить Лаезель Про диск Из-под Земья Перед Твоим Внутренним Взором Возникает Диск Лаезель Тоже Видит Его И Внимательно Всматривается Символы Тирсу Древние Я их Опознаю Но Не могу Разобрать Хотя Постой Текст Зашифрован Но Я смогла Уловить Схему Это История Об Орфе У тебя Голова Гудит Как и у Лаезель Но Сейчас Даже Не важно Что ваши Сознания Перебрелись Ее Дискомфорт Слишком Очевиден Ты Сказала Тирсу Что это Такое Письменность Гитянки Каждое Слово Это Колесо Каждая Буква Спится Самые Важные Тексты Высекаются На Скрижалях Среди Них Есть Такие Древние Что Лишь Многомудрецы Гиши Способны Их Прочесть Кто Такой Предатель Давно Покойный Этот текст Ересть Я с трудом Могу его читать И не то Что произносить Слова вслух Все Ты отлично Сможешь Я все Понимаю Можешь Ничего Не говорить Наверное Ей не понравится Она не одобрит Если я попрошу Ее рассказать Ну давайте Мы попробуем Все таки Интересно Что там Хорошо Я тебе Прочитаю Принц Кометы Часть Первая И вот Стряхнув С себя Оковы Гхайков Мы тут же Обратили мечи Друг против друга Небеса Раскололись И Великая Империя Разделилась Надвое Гид спустились Ван Чтобы Выторговать Помощь Своему народу И исполнить Свою миссию И Волокит Хочет Ложь Гид Ничего Такого Не объявляла Волокит Захватила Империю Против Воли Матери Но Гид Остался Сын Орфей Принц Кометы Истинный Наследник Он знал На предательстве Волокит Волокит Орфей Призвал Себе Гвардию И заявил О своем праве На трон Началась Война Комета Забудь Эти Бредни Гид Объявила Волокит Королевой Но Сын Гид Пошел Против Ее Воли Орфей Собирался Дать Власть Хайкам Давайте Мы Там Чуть Пропустили Так И Волокит Хочет Чтобы Все Поверили Будто Матерь Гид Объявила Ее Нашей Королевой Ага А если Это правда Похоже Что Волокит Предала Гид И захватила Власть Ничего Подобного Благодарю Богов Что я Терпелива Иначе За такую Держать Я бы Уже Давно Укоротила Тебя Ступни На пару Тройку Пальцев Окей Ну ладно Ладно Даже на песика Поле Этого цветка Работает Может Скинем его В Сундук Что я Кстати Это самое Можем Так же Скинуть Так А возвышение Зла Мы читали Это что-то Я не припомню Это все В лагере Идет Вот это Все В лагере Идет Это припасы Короче Все Это В лагере Идет И вот И вот Это Все Тоже В лагере Идет Кстати Да Тут Вон Как раз Одна Из фраз Которую Можно Было Этому Ожившему Доспеху Сказать Сказать Так Ну это Нам не надо В принципе Можем Тоже В лагерь Закинуть У владельца Нельзя Ударить Электричеством В принципе Может быть Где-то Будет Полезно Куча Книжек Так А где Вот У нас Нет Подождите Да Нет Да Правильно Посох Мистического Благословения Ну что-то Оказалось Копье Посох А не Копье Благословение Мистера Дает Дополнительно К испытаниям Броскам Атаки И дополнительно К заклинаниям Использующим Броски Атаки До Трех Существ Хм То есть Это Усиленное Благословение Получается У нас Да То есть Вот Это Вот Особенность Усиляет Благословение Для Дает Дополнительно Магическим Атакам Шанс Попасть Где Используется Именно Броски Атаки Так Ладно Давайте Мы Сейчас Выучим Все Что Можем Выучить Но У нас Уже Довольно Много Заклинаний Даже Он Четвертого Уровня Есть Заклинания Все Все ближе И ближе Мы к пятому Уровню Так Так Хорошо Сейчас Короче Порядок Наведу Так Хорошо Тут порядок Шадухард Я этот посох Оставил В принципе Может быть Его можно будет Менять Перед боем Например Благословляться Да Вот этим Бесплатным Благословением Разочек А потом Одевать Щит с Молотом Каким Нибудь Например Ну такое Посмотрим Еще Кстати Я заметил Что В сундуке Когда Вот этот Цветок Лежит У нас То От сундука Даже Исходит Вот эта Вот Антимагическая Аура Ну короче Где-то Он там Есть Угу Так Теперь Наверное Можно И Поспать Наверное Да Давайте Долгим Отдыхом Пишут Что У нас Недостаточно Припасов А Кстати По поводу Припасов Ребята Тоже Мы говорили Что Если Кинуть В Сундук Мешок С припасами Просто Вот так Вот Мы кинем Его То Там Все Припасы Сразу В сундук В этот В мешок Попадут Из сундука Типа Не то Чтобы тут Как-то Нам сортировка Сильно Поможет Да Но все равно Меньше Брахла Будет Теперь По идее Все в этом Блин Только что Я увидел Кажется Все в этом Мешке Для припасов Да 83 предмета Мы кинули Там сколько У нас было Чуть-чуть Совсем А теперь Целая куча Всякого Так Хорошо Кто-то хочет Поговорить с нами Никто не хочет Отлично Давайте Вот так Так вот Сидим И отдохнем Хорошенько Что у нас Без происшествий Кажется Отлично Тут мы вроде бы Все Смотрели Теперь Теперь можем Пойти Вот сюда Да И вот тут Вот у нас Еще кусочек Неосмотренный Там скорее всего И нет Ничего Давайте мы можем Быстрым перемещением Туда пройтись И глянуть Заодно Не в ту сторону А надо же Побафаться Сейчас Дам Сразу Свет Хорошо Кстати А давно У нас появилась Вот эта вот штука Призыв Шкряба И она только У вилла есть Но она Заменяет Шкряба Но бес Интереснее И здоровье Немного Больше Блин Наверное Потому что Уилл У нас Шкрябом Постоянно Говорил Нам надо Кому-то Другому Чтоб Шуда у Харт Может быть Поигралась Может быть Потом Она Сможет Его Вызывать Сможет 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 Хорошо Тут мы что Обнаружение Мысли Еще Используем И вроде бы Все А по бафам Еще Разговор С животными Да Вот так Да Тут В принципе Ничего Вроде Больше И нет Особо Интересного Сломанные Кости Должно Быть Упали Типа Сверху Да И Ребята Говорили Что Из Паучьей Пещеры Там Если Где-то Паутину Прожечь Стоя На ней То Можно Провалиться В Андердарк Я понял А Мы Мы Здесь Можем Спуститься Куда-то Дальше Пройти Ну В принципе Как Вариант Можем Пойти Типа ну можем можем в принципе все равно потом вернемся обратно и посмотрим куда мы там сможем пройти если что если это пути не соединяться туда вернись до елки-палки но я нажимал вернуться ему но мы почти не получили урона не страшно в принципе вот сюда вот можно куда-то прыгнуть опять этот гриб споры взаимопонимания во а вот и меч у нас в камне который мы видели издалека где-то когда-то еще несколько серий назад наверное давайте сохранимся на всякий случай перед ним давайте религию используем конечно же ну вот так вот у нас от восьми до одиннадцати чистого бонуса будет бом 21 хорошо этот клинок был подношением воина богини и листрее кровь можно прочитать только кровь можно прочитать только ответной кровью уронить несколько капель крови на камень окей выносливость мы прошли испытанием письменно дроу на клинке вспыхивает он медленно поднимается из камня поя в воздухе словно безмолвное подношение это легко было и мы блин получаем вдохновение да мы получаем опыт конечно но очки вдохновения тратятся так это у нас полуторный меч плюс один действия мелодия меч гудит в предвкушении готовы разразиться сводящими с ума воплями или бодрящей песней а забавно но мечей у нас ни у кого не будет поэтому а не может у кого-то будет как когда-нибудь мы можем в любом случае это пока в лагерь отправлять шлем так это все не интересно хорошо ой поганка мы мы видели поганку где она поганка в камне забираем так это мы снова сюда пришли да хорошо можем тогда тогда возвращаться сюда уху да елки палки опять грибы там что ли да опять это пробило на поражать а а вот эти блин надо же еще тоже собирать да мы с них по-моему у шадоу хард природа получше будет надо шадоу хард чтоб собирала эти грибы да забываю я об этом так хорошо а кстати с мертвым вот этим вот гномом мы можем поговорить разбивающий звук так мы же не уничтожим правильно я надеюсь если взорвем вот эти грибы там там был рюкзак по идее и рюкзак мы по моему взорвали а давайте я загружусь на всякий пожарный спор кстати можно было собирать сразу да а так давайте я сейчас один пойду взорвем вот этот вот гриб вот этот давай 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 быстренько быстренько нет что ты делаешь что ты делаешь о нет о нет черт так попытка номер три давайте мы сейчас грибы активируем вот таким вот образом ну да мы подобрали одну спору как минимум вот не успел ладно ладно не страшно в принципе не страшно не страшно так все теперь можем взрывать вот это давай 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 просыпайся так хорошо это у нас есть касание вампира наверное третий уровень заклинаний пока нам не светит разбивающий звук окей что там кто-то палит нас оу оу может не надо было грибы взрывать Но они просто смотрят Давайте поговорим Мы не можем Слишком поврежденный труп, черт Ладно, сохранимся на всякий случай Если мы будем с ними драться Потому что их, ну, такое количество Как будто мы действительно будем с ними драться То нам бы не помешало бы наверх сюда зайти И мы, в принципе, сможем, наверное, как-то с той стороны обойти к ним Тебя поглощает хаотический хор мелодии Единственное существо поет множеством голосов Симфония целой колонии Владыка, он пришел, он здесь Хор стихает, одна мелодия взмывает над остальными Поющая медью из... Так, я владыка Тебе предстает видение Твое безжизненное тело в обхвате грибных щупалец Владыка тебе угрожает Назови свою цель Так, а этот у меня висит чтение мыслей? Давайте мы скажем правду Наверное Уилл одобряет и Шадоу Харт одобряет Корни грибницы пронизывают твой разум, пытаясь... Затем Владыка затягивает новую мелодию, осторожную, но доброжелательную Я не в силах излечить ни твою шкуру, ни твой дух Но все же мы можем беседовать Спустись ко мне, поговорим во плоти Музыка тянет тебя вперед, владыка ожидает тебя А, хорошо Тоже экспо уходит от нас А, кстати, да, вокруг вот этих вот гриб-бочонков Грибов-бочонков нет уже этого Облака Давайте мы, наверное, с ними тоже поговорим Да, чтение мыслей у нас есть Что там? Найден рунный круг, хорошо Не, он не хочет поговорить с нами Грибки и плесень покрывают тело и лицо уродливого создания Когда ты смотришь на уродливую слугу, в своей голове звучит голос Оставь его, приди ко мне Понял Понял Ой, не надо было, да? Миконидо известно о твоих преступлениях Тебе придется за них ответить Попытаться заговорить зубы Обман, убеждения Бонусов маловато Это все просто недоразумение Ой, стоп А, ну, в принципе, давайте гипнотический взгляд хоть раз я использую И... Дружбу наверняка А, или то, или другое, да? Но у нас преимущество здесь есть О, вот так Хорошо, поехали Хорошо Сработало Это недоразумение Жалко за вот такие вот удачные Всякие интересные проверки Мы опыта не получаем Хотя бы по чуть-чуть там Пять опыта Было бы приятно Ладно Не будем трогать трупы Поганки не будем собирать здесь тоже А вот кошель можем забрать Я с удовольствием Кстати, кошель мы можем... Стоп, я опыт получил? Да что я только что опыт получил? Кто там? Что там? Блорг А ну-ка, сохранимся Ой-ой-ой О, у нас гости Приятно познакомиться Ну, давайте соблюдать местные обычаи Ученый хмурится Его голос Винчивается тебя в череп Споры соединяют Вместе два разума Блорг Гордый член сообщества Блистательных к твоим услугам Да Задачка Твой разум Намного сложнее, чем грибной Мне не приходилось слышать о сообществе блистательных Неудивительно Нас немного И мы редко задерживаемся надолго в одном месте Мы с коллегами пытаемся улучшить условия жизни в подземье Но вовсе не обязательно быть такими суровыми и опасными Встретить тут обитателя поверхности Это неожиданно Что привело тебя вглубь? Собираю грибы, чтобы продать их наверху Смешная шутка, наверное Но мы не будем Но у него тоже паразит Он вроде Ну, я даже не знаю Давайте ему тоже, может быть, скажем Ну, стремный он какой-то Это потрясающе Но зачем было спускаться в подземье Где они особенно сильны? Рассказать историю целиком Вем, Модс, посадили лизинскую личинку И ты жив до сих пор Это чудо Могу представить, как тебя это тревожит Но успокойся У меня есть друг Возможно, он сумеет помочь тебе Амелиум Надеюсь, ты по важному делу Блорк, мои образцы Зурк, дерево Что-то там По-самому важному У этого странника в голове Летитская личинка Трансформация не происходит А, наверное, у него не личинка Он просто... Оуу Никакого цереморфоза быть не может Как интересно Тебе хотелось бы извлечь ее? Друг летит? Как это вообще возможно? Я избавился от гнета старшего мозга И больше не служу великому плану Я прошу тебя воздержаться от насилия Хотя прекрасно понимаешь, что твое отношение к моим сородичам едва ли изменится Что такое великий план? Его конечная цель уничтожение гидов и порабощение всех остальных гуманоидных рас Если этот вопрос мы считаем решенным Хотя бы на время Я могу... Так Открой мне свой разум Посмотрим, что таится внутри Давай, наверное Амелум Расслабиться и позволить разуму Амелума прикоснуться к твоему Как только разум Амелума прикасается к твоему, личинка наполняется мощью По ощущению, она увеличилась в десятеро Она жива и бодра И как будто довольна собой Весьма необычно Инкубационный период давно должен был завершиться Как и твоя трансформация Личинка, однако, насыщена странной магией Она пребывает в стазисе Ты можешь извлечь личинку? Нет, насколько я могу судить Она защищена от физического и магического воздействия Но даже если убрать щит Личинку не получится извлечь без тяжелой черепно-мозговой травмы Шумный он какой-то такой Как-то нерадостно это звучит Я надеюсь, меня нормально слышно Да, радоваться тут нечему В процессе ты наверняка погибнешь Но не волнуйся Если ты трансформируешься, я буду рад исследовать тебя повторно Рассказать о странном корабле элитидов, на котором тебя держали Давайте расскажем, что Это был наутилоид? Потрясающе Я на них ни разу не летал Во времена расцвета империи элитидов это были наши военные корабли И с них мы правили всеми аль... э... астральным планом Чертежи их пропали, когда гиты взбунтовались и покончили с нашим владычеством Спасибо за информацию, наверное, да? Всегда пожалуйста Сожалею, что не смог удалить личинку Но мне пришла в голову одна идея Помочь амелому исследовать паразита Да, пожалуй, я законспектирую Возможно, существует способ обойти этот стазис Существует немало алхимических субстанций, воздействующих на разум Обойти? И что же это за субстанция? Настойка из нескольких редких грибов, обладающих легкими псионическими свойствами Мне потребуется свежий язык безумия и споры тиммаска Но берегись, в естественном состоянии оба этих гриба могут быть весьма опасны Тиммаска вызывает замешательство у тех, кто подходит к ним слишком близко А язык? Тут все и так понятно Мы вроде и то, и другое собирали, у нас вроде и то, и другое есть По-моему, у меня уже есть то, что тебе нужно Прекрасные экземпляры Один момент, я доведу их до нужной мощи Амелиум отворачивается и полностью погружается в приготовление зелья Зелье следует выпить одним глотком Не могу обещать, что на вкус оно тебе понравится Что конкретно произойдет, если я его выпью? Оно ослабит псионический барьер, которым окружена личинка Даже если мне не удастся ее удалить, мы узнаем больше о том, откуда она взялась Амелум пристально наблюдает за твоей реакцией Он ожидает увидеть на твоем лице сомнение, страх Ты о чем-то умалчиваешь Этот эксперимент опасен Лишь в той степени, в которой ты представляешь опасность для самого себя Я не могу предсказать, какие мысли и видения постигнут тебя, если ты выпьешь это зелье Но убить тебя оно не убьет, если только ты без того Почему тут всегда сверху? Если ты без того не стоишь уже одной ногой в могиле Да, ладно, выпить зелье тогда А, выносливость провалена Жидкость настолько едкая, что у тебя сводит горло Ты чувствуешь, как она обжигает стенки пищевода Все до последней капли Очень хорошо По мере действия зелье может подтолкнуть тебя к необдуманным поступкам Постарайся держать себя в руках Мир вокруг тебя теряет четкость очертаний Границы между предметами стираются Ты ощущаешь в теле необычайную легкость Но что-то не дает тебе сдвинуться с места Ты чувствуешь себя насекомым, заточенным в куске янтаря О, тут у нас больше шансов сосредоточиться на настоящем моменте А не на иллюзиях Наверное, попробуем Тут у нас или-или, да, идет А мы можем второго уровня благословения взять А, ну оно ничего не делает Ну да, мы лучше возьмем вот эту штуку бесплатную Десяточку нужно заролить Мы смогли без проблем 27 прям Фигуру Амилума окружают какие-то искры И я в сполохе танцующего света Но ты продолжаешь Так Личинка судорожно дергается Она сопротивляется зелени меньше твоего Страх пронзает твое сознание Подобно сотням ледяных клинков Паразит принимается Еще глубже взорваться в твой мост Словно он решил Пожрать тебя изнутри Так Оградить сознание от псионического вторжения Пятнашечку нужно теперь заролить Ага Да не хочу я, не хочу Вот так Закрыть Закрыть Ладно, поехали 7 Отлично Лезвия ледяных клинков притупляются Ты выстоял, волна страха, разбившись Откатывается назад Ты ощущаешь, как паразит раздувается, наполняя силой больше, чем когда бы то ни было Он вздымается и извивается, грозя каждому, кто посмеет посягнуть на его власть А-а-а, сказал Амелум Внезапно паразиту удовлетворенно обмякает Амелум С тобой все хорошо Эта личинка оказалась сильнее всего, с чем я когда-либо сталкивался Подобная мощь пугает Я почувствовал, как она растет у меня внутри Теперь она сильнее, чем раньше Я не прогнозировал подобного исхода Похоже, что дело не просто в стазисе Так что же, несмотря на все, что я претерпел, личинка по-прежнему у меня в мозгу Так, что же мне делать теперь? Отрубить себе голову? Ну, может, все не так уж плохо, дополнительная сила лишняя не бывает Ну, я даже не знаю Давайте выберем, я не знаю, третий вариант Если только однажды она не выйдет из-под твоего контроля Если хочешь, у меня есть другое временное решение У меня есть кольцо, ограждающее мозг от вторжения извне Оно позволяет мне оставаться невидимым для старшего мозга Оно не поможет тебе избавиться от личинки Но сможет ограничить последствия ее присутствия Как вредоносные, так и полезные Я был бы рад вручить его тебе в дар Но сказать по правде, кольцу нет цены Быть может, ты мог бы предложить мне что-нибудь взамен? Как бы ты мне предложил... Ммм... Мы можем... Мы можем... Наутилоиде рассказать, если это проканает Да, эта тема вызывает мой живейший интерес Что ты можешь мне поведать? Исполнение и интеллект Поделиться своим сухим точным анализом устройства и работы наутилоида Хорошо, давай Сколько нам пятнашечку нужно выбросить? Ага А, это, блин, без бонусов 14 у нас Ну, точнее, уже с бонусами 14 Давайте попробуем еще разок Опять 14? Серьезно? Давай попробуем еще разок О, ну, хоть так Поразительная история Да, он позволит мне почувствовать себя на шаг ближе к моим предкам Драгоценный дар Возьми, теперь оно твое Так от тебя-то оно разве так прям не надо уже? Шадоу Харт одобряет Надеюсь, оно послужит тебя так же хорошо, как и служило мне Никогда не думал, что мы станем договориться с Элитидом Надеюсь, кольцо того стоит Говорит Уилл Которого не видно Разумеется, сама личинка никуда не денется Пристально следи за ее ростом И мы от... да, отравление из-за того, что мы проверку выносливости не прошли Когда пили Можно Гейлу скормить У вас есть преимущество при испытаниях против воображения А Ну Может быть полезным Может быть полезным Стоп, что происходит Пробел пропустить Кого мы пропускаем? Я не могу открыть инвентарь Что происходит? Мы типа в диалоге с кем-то И пробел ничего не делает Можем напасть Алло, игра Попробую в диалог вступить, мы еще раз с ним, может быть, попустят О, попустила Но ненадолго Беда Ладно, мы, наверное, на этом серию закончим И я надеюсь, что в следующей серии у нас будет все нормально Мы еще потолкуем с Элитидом С этим, может быть, пообщаемся А то пока Что-то у нас тут Что-то сломалось, кажется Ну, посмотрим Пока что всем спасибо за просмотр Всем пока и увидимся в следующей серии